Итак, вопрос, что важнее всего для мужчины, чтобы выглядеть стильно? Многие из вас, ребята, особенно те, кто смотрит мой канал уже много лет, скажут, что это посадка, то есть то, как вещь сидит. И это хороший ответ, потому что вы можете потратить тысячи долларов на дорогой костюм, вы можете потратить сотни долларов на по-настоящему качественную рубашку или свитер. Но вот в чем фокус, если они вам не подходят, выглядите вы будете неважно. И действительно, в моей пирамиде крой, функциональность и ткань. Я всегда говорю, если вам приходится выбрать что-то одно, если вам приходится потратить деньги только на один сегмент, смело выбирайте крой. Однако при этом посадка предмета одежды не самый главный фактор, формирующий у мужчин в невременной стиле. А какой же фактор самый важный? Сегодня мы это и узнаем. Так что же, может быть важнее всего другие части пирамиды, функциональности и ткань? Я не обсуждаю их так же подробно, как посадку, но они и правда важны. Представьте себе табуретку, если их нет, вся конструкция развалится на части. Всякий раз, когда я упоминаю функциональность, я говорю о том, что нужно носить подходящую одежду в подходящей ситуации. Например, вы работали волонтером в некоммерческой организации, и вдруг вас решили пригласить на встречу в центре Чикаго. Или, может быть, вы работаете в компании, в которой решили организовать мероприятие, и для создания атмосферы в приглашении требуется соблюсти дресс-код, необходимо надеть в костюме галстук. И другие варианты не обсуждаются. Функциональная одежда для этого конкретного мероприятия обязательно, потому что организаторам нужна особая атмосфера. И когда я говорю о ткани, я говорю о качестве вещи. И это имеет отношение и к вашей обуви, к костюму, к рубашке, к часам. Вам важно понимать механику, как пошив и материал каждой части одежды влиять на то, как смотрится предмет одежды в целом. И лучший совет – это стоит зайти в более изысканный магазин мужской одежды в более элитный обувной магазин. Магазин, где продаются качественные часы и присмотреться к разным вариантам. Потому что, когда вы видите часы за 10 тысяч долларов или костюм за 2 тысячи, пара ботинок за сотню долларов или ботинки за 500, вам нужно понимать, а в чем, собственно, разница? Ваш лексикон обогатится благодаря этому. Например, рант на обуви, гудьер, туфли конструкции, блейк или проклеенная конструкция. У каждой конструкции своя функция, и я не хотел бы, чтобы в моих кроссовках оказался шов блейка. Мне подойдет проклеенная обувь, и это значительно снизит ее цену. Но их нельзя перепродать. И знайте, если вы хотите качественную обувь, вы знаете, на что следует обращать внимание. Начиная с того, как швы скрепляют изделие, и заканчивая тем, как швы соединяются, и как выглядит изделие целиком. Вы не купите изделие, в котором с изнанки торчат нитки. Важно то, что если вы увидите что-то на распродаже, и вы не будете уверены, покупать или нет. Вы можете посмотреть на пошив, как шиты детали, и понять, ага, вот спортивный пиджак за 1000 долларов, а продается всего за 300. Отлично. Вы видите, пиджак вам подходит, хорошо выглядит, и вы его покупаете. И мне это очень нравится, ребята, когда можно хорошо одеваться за небольшие деньги. Все это важно, но есть кое-что поважнее. И что же, это я знаю, что некоторые из вас, ребята, думают, что одежда должна соответствовать вашему типу телосложения, верно? Есть худые, есть более полные, есть парни с типом тела груша, есть крепкие мускулистые парни, которые много времени проводят в спортзале, и парни со средним типом телосложения. Чрезвычайно важно одеваться в соответствии с вашим типом телосложения, потому что существуют определенные предметы одежды, которые наиболее выигрышно выглядят на конкретных типах фигуры. Даже мускулистым не все идет. Например, пиджак, в котором плечи кажутся квадратными, слишком мутрированными. Вы будете выглядеть как полузащитник или мультяшный персонаж. А вот парень с широкими бедрами хочет носить одежду, которая лучше структурирует его плечи. Нужно привлечь больше внимания к верхней части тела, а с нижней свести к минимуму. А худощавый парень любит рубашки с длинными рукавами, потому что он может просто закатать рукава и выглядеть гораздо лучше, чем в рубашке с коротким рукавом, в которой слишком много лишнего материала вокруг области бицепса. Полноватому парню нужно выровнять свои пропорции. Летом пригодятся шерстяные брюки из легкого материала. Зимой ему лучше выбрать более длинные пиджаки. Ему нужны вещи, которые будут на нем отлично сидеть и выигрышно смотреться. Лучше одеваться в монохром, чтобы взгляд легко скользил по фигуре вверх и вниз. Белые рубашки и темные брюки не прокатят, потому что взгляд будет задерживаться на области живота. Что ж, все это очень важно, и я определенно помещаю эти факторы в мой топ-10, если речь заходит о мужском стиле. Однако даже это не самое главное. Что ж, тогда это целая наука о стиле, верно, Антонио? Все то, о чем я рассказываю. Я говорю о посадке, пропорциях, цвете, о том, как люди реагируют на многие факторы в стиле. Да, наука о стиле очень важна. Знаете, мне очень нравится, что за последние десятилетия мне удалось использовать и другие свои знания. Потому что в бакалавриате я изучал биологию, психологию, человеческое поведение. Я изучал эволюционную биологию. Так что я могу обращаться к первопричинам формирования поведения человека, когда сотни тысяч лет назад у людей формировались определенные реакции на определенный цвет. Синий вызывает больше доверия, а красный – это цвет с сильной энергетикой. И давайте поговорим о правиле третей и о золотом сечении. Если вы когда-либо изучали фотографию, искусство или геометрию, вы знаете эту историю с да Винчи. Эти ребята в древности заметили, что определенные паттерны повторяются снова и снова и выходят за пределы отдельных областей, которые они изучали. И в мужском стиле то же самое. Если вы сможете соблюсти определенные законы и факторы в вашем образе, ваш наряд будет выглядеть лучше. Мужской стиль эволюционировал так, чтобы добиться правильных пропорций, чтобы мужчина выглядел более мужественно. Потому что если вы надеваете пиджак или кожаную куртку, пиджак от костюма, спорт, пиджак, внезапно вы замечаете, что ваши руки выглядят крупнее, и плечи выглядят шире, талия уменьшается, грудь подтягивается. Так что все это науку о стиле действительно важно знать. Мне интересно говорить об этом, но это не самое главное. Что ж, если дело не в науке, а цвете, то тогда важно умение использовать разные цвета и узоры и текстуры, чтобы наряд выглядел стильно. Вот, посмотрите. Этот пиджак из красивой ткани с ворсом. У ткани определенный небрусский узор и белый платок в кармане также привлекает ваше внимание. Когда я дед в однотонный синий цвет, когда я выпрямлюсь в полный рост, я выгляжу выше и стройнее. Именно об этом я постоянно говорю. И если вы это понимаете, то это отличный способ выделиться из толпы, потому что многие парни постоянно носят простую одежду, одну вещь они могут носить неделями. Но вы можете изменить эту ситуацию. Можно поиграть с разными текстурами, с кожей, надеть фланелевую рубашку, надеть джинсы из хорошего денима. На вас будет одежда синего цвета, но при этом ваш образ будет состоять из трех разных текстур. Если добавить немного деталей другого цвета, будет прикольнее. Например, на вас надет пиджак, так накиньте поверх него яркий цветной шарф с мелким рисунком, и взгляды окружающих будут прикованы к области вашей груди. Нужно понимать, как использовать все это, чтобы выигрышно смотреться. Это входит в топ-15, но также не самое важное. А что насчет умения одеваться по возрасту? Если вам за 20, у вас свой набор правил и рекомендаций по стилю, которые отличаются от тех, кому за 60. Потому что, если вам за 60, 50 или 40, люди на вас равняются. Вы уже, скорее всего, занимаете руководящую должность, нравится это вам или нет. Может быть, вы отец или глава компании, которую основали изначально в своем гараже. Теперь у вас под началом 50 человек, которые приходят на работу в вашу компанию. Их средства к существованию зависят от вас. И что же? А то, что вам нужно одеваться как лидеру. Может быть, в вашей компании работают синие воротнички, но я не ожидаю, что вы поведете их корабль. Вы можете выбирать что-то практичное, но и выглядеть нужно соответствующе для той же встречи с инвесторами. Если вам за 20, вы молодой парень, и в этом возрасте, и даже если вам немного за 30, вы можете экспериментировать с образами с гораздо большим размахом. Общество будет прощать вам ваши эксперименты. Именно в этом возрасте вы можете найти свой стиль. Так что одеваться в соответствии с возрастом очень важно, но все же это не самое важное. А как насчет большой четверки? Вдохновение, подражение, инновации и совершенствование. Мне нравится руководствоваться этим правилом, потому что человеку всегда следует искать вдохновение. Поэтому я люблю читать Esquire или JQ. Просто полистайте эти журналы, зайдите в Pinterest, зайдите в Instagram, найдите людей, чей стиль вам импонирует. Подпишитесь, вдохновляйтесь их образом. Затем попробуйте повторить те образы, которые вам особенно понравились. И вот что интересно, никто не скажет. О, да ты одеваешься как Райан Гослинг, или Джордж Клуни, или Идрис Эльба. Или какой-то знаменитый инстаграмер, на которого вы подписаны. Никто не скажет, что вы копируете чей-то стиль. Далее, инновации. И знаете, что это означает? Когда вам нравится, как одет другой человек, но вы понимаете, что было бы намного лучше, если заменить оранжевый на красный, или поменять темно-синий на светло-синий. И вы неожиданно начинаете изобретать нечто свое, собственное, свой образ. И это последняя часть, когда вы совершенствуетесь, просто выполняя определенные действия. Отличная получилась структура, и я создам полную диаграмму, может, даже видео на эту тему. Но и это не самое главное. Кстати, господа, если вам нравится это видео, поставьте ему лайк. Серьезно, когда вы это делаете, боги Ютуба спускаются с небес и говорят, Антонио, мы будем продвигать это видео, чтобы больше мужчин его посмотрело, потому что ты проделал отличную работу. И, кстати, в описании под видео я оставлю ссылку на те видео, в которых подробно рассказывается о всех пунктах, которые я сегодня упомянул. Что же остается? Но, очевидно, самое главное – это образование. И, господа, не ограничивайтесь только на моем канале. Посмотрите Gentleman's Gazette, Кирби Эллисон, мои друзья Хьюго и Соню Жакумет, Алекс Коста, Хосе Зуниго, Тим Десен, и, конечно, один из моих лучших друзей Аарон Марина и его канал Альфа М. Но, честно говоря, лучшая информация печатная. Я говорю о книгах. Да, они все еще нужны. Одна из лучших – «Одевай мужчину», еще рекомендую «Джентльмен». А современная классика – это «Законы стиля». Мне очень нравится эта книга. А если вы ищете вдохновение, ознакомьтесь с различными книгами Джоша Симса. Вот это иконы мужского стиля просто потрясающие. Если вы поклонник Джеймса Бонда, если вы хотите глубоко погрузиться в изучение его нарядов и всех портновских деталей, которые использовались в пошиве его костюмов, почитайте эту книгу от «Портных с любовью» Питера Брукера и Мэтта Спайзера, моего друга. Серьезно, господа, я говорил по телефону с Мэттами, и он сказал, что вложил в книгу свою душу и сердце. Потрясающая книга. Все, что я сказал, важно, но не самое важное. Что ж, может быть, самое главное – это следовать правилам, не делать глупых ошибок, таких как ношение обуви с квадратным носком, или сочетание несочетаемых видов кожи, или застегивание нижней пуговицы на костюме. Потому что если вы делаете такие ошибки, значит, вы новичок в стиле, согласны? Так что, господа, не допускайте ошибок в стиле, это важная составляющая того, чтобы хорошо одеваться. Все эти правила уже известны, чтобы новички не делали ошибок и не позорили сами себя. И все же, это не самое главное, зная вы долго ждали моего ответа. Итак, что самое важное, что должно быть у каждого парня, если он хочет хорошо одеваться и иметь отличный стиль вне времени? Ответ, господа, на самом деле довольно прост. Вы должны уметь наплевать. Вы должны знать, для чего вы вообще что-то делаете. Вы должны понимать, кто вы и чего хотите от жизни. Я много говорю об одежде на своем канале, но я понимаю, что любая одежда, неважно какая, это просто одежда. Важны вы и ваши основные ценности. То, чего вы хотите достичь в жизни. И одежда – это инструмент для достижения успеха, для достижения цели. И вам нужно знать, к чему вы идете, потому что вы потратите много времени, много денег, много усилий, чтобы достичь желаемого. И что еще важнее, вы можете использовать стиль как инструмент для выполнения своей миссии. Вы можете заниматься чем-то очень простым, тем, чего заслуживаете. Вы много работаете, вы один из многих парней в мире, который пытается стать лучше, чтобы гордиться собой и чтобы его семья гордилась им. Что ж, отлично, носите ту одежду, которая поможет вам донести тот посыл, который вы сообщите миру. Может быть, вы семейный человек и хотите, чтобы все об этом знали. Каждый раз, когда вы выходите из дома, вы понимаете, что ваши дети, ваши дочери и ваши сыновья будут брать с вас пример. Ваша жена гордится вами, может, она не всегда говорит вам об этом. О чем бы вы не мечтали, я хочу, чтобы вы использовали стиль для того, чтобы наилучшим образом сообщать миру о том, чего вы хотите добиться. Чтобы ваш посыл был ясен. Что ж, господа, теперь пришла ваша очередь. Я хочу знать от вас в комментариях, что же вас вдохновляет. У меня есть где-то пара десятков красивых монет, я бы хотел их вам отправить. Просто напишите мне в комментариях, что вас вдохновляет, в чем ваша мотивация. Напишите мне в комментариях под видео, и авторы лучших ответов получат от меня эти монеты. Я буду рассылать их в течение следующих месяцев. Может быть, вы поделитесь ими с теми, кто нуждается в вдохновении. Ребята, я ценю вашу помощь. Все то, что мы сделали здесь, на канале Реалмен Реалстайл. Увидимся в следующем видео. Что же будет дальше, можете посмотреть это загадочное видео. Я не буду рассказывать вам, о чем оно, но я скажу, видео отличное, и оно связано с сегодняшним. Кликайте по ссылке и получайте удовольствие от просмотра.